Сразу несколько крупных пожаров произошло в выходные в Свердловской области. В Сесерте один ребенок погиб, еще двое пострадали. А в Нижних Сергах жертв удалось избежать только благодаря мужеству 15-летнего мальчика. О жизни на пепелище репортаж Ксении Коросткиной. Получается, маленькая сестра лежала на той кровати, младший брат тут лежал. Схватил пятилетнюю сестру, взял за руку десятилетнего брата и вывел из горящего дома. Кажется, отрез крыши, полыхающие стены у девятиклассника Коли до сих пор перед глазами. Когда начался пожар, дети были дома одни. Когда ко мне подошел младший брат и сказал, что у нас идет дым, я вышел посмотреть во двор, что произошло. И увидел, что тут вокруг все уже горит. Мама отлучилась в магазин за продуктами. Когда Наталья вернулась, спасать было уже нечего. Здесь у нас была баня, здесь предбанник, двор, закута. Там дальше сени, газовый котел. Вот все, что осталось от детской кроватки. Огонь уничтожил всю мебель в квартире. По закопченным стенам даже и не скажешь, что ремонт здесь сделали всего три месяца назад. Документы, учебники, обувь. Огонь уничтожил все. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в газовом котле. Сейчас погорельцы живут у родственников. Соседи помогают одеждой, едой и деньгами. Я не ожидала, что вот так получится и что люди так откликнутся на наше горе. Я хочу выразить огромную благодарность всем людям, которые помогают мне, которые морально и, не знаю, даже все помогли. Я вот честно не ожидала. Куда более плачевно закончилась история в Сесерте. Во время пожара в общежитии погиб пятилетний мальчик. Да, открываю дверь. Там горячий, очень горячий дым был. Ну не выйти было. Лицо сразу видно. Ребенка обнаружили в коридоре. Он отдышался угарным газом. По словам соседей, его родители часто выпивали и могли уснуть пьяными. По одной из версий, малыш мог играть с зажигалкой. Его братьев, трехлетних близнецов, удалось спасти. Вместе со взрослыми они тоже пострадали. Их доставили в больницу. Известно, что семья состоит на учете в ПДН. В этих стенах часто скандалили. Он постоянно их бил. Там молотком, там по щекам, когда был пьяный. Всего пожарные вывели из здания 29 человек, в том числе девятерых детей. Некоторых пришлось спускать из окон с помощью автолестницы. Пожар осложнялся планировкой здания коридорного типа. Быстрое распространение продуктов горения по коридорам. Задымление лестничных маршев. Пути эвакуации проходят по коридору, который находился в задымленном состоянии. Губернатор Евгений Куйвашев поручил Минздраву оказать помощь пострадавшим детям. Погорельцев должны обеспечить временным жильем. Глава региона потребовал от всех профильных министерств и глав муниципалитетов уделять особое внимание охране жизни и здоровья детей и многодетных семей и усилить профилактическую работу.